30-ти градусная жара, грозы, град и ливни. Июнь решил на прощание удивить жителей МРИЛ. Прежде всего своим непостоянством. Местами на солнце термометры по-прежнему показывают до 40 градусов. Однако на этой неделе не обойдется без осадков. По данным синоптиков, жара в регионе постепенно идет на спад. Когда ждать летней прохлады жителям? И о чем нельзя забывать в период зноя? Нынешний июнь признан самым знойным за последние 70 лет. 34,8 градусов – новый температурный рекорд. Это примерно на 7-9 градусов выше климатической нормы. Для того, чтобы избежать перегрева, специалисты советуют выходить на улицу рано утром или поздно вечером. Избегать прямого попадания солнечных лучей, пользоваться кремами от загара. Под влиянием мощно-высокого антициклона 9 дней температура воздуха превышает отметку 30 градусов. В Ишкороле состоялись рекорды температуры 22 июня. Температура составила 33,2 градуса, что на 0,1 градуса выше, чем в 1981 году. И 25 июня температура повышалась до 34,8 градуса, что на 0,7 градуса выше абсолютного максимума 1987 года. С 1935 года таким же жарким был июнь лишь в 1948 году. До конца месяца погода останется неустойчивой и жаркой, с ливневыми дождями и грозами, местами с выпадением града и шквалистом усилением ветра. Ослабление жары ожидается в начале июля. Нарастающая слабость, апатия и ноющая головная боль – это одни из первых признаков перегрева. Из-за аномальной жары в морел участились случаи солнечного ожога и теплового удара. Высокая температура и палящее солнце – это то, что приводит к нарушению работы организма. Чтобы избежать теплового удара, медики советуют пить больше воды, не переедать, обязательно носить головные уборы и светлые вещи из натуральных тканей. Если работаете на даче, исключайте частые наклоны и делайте частые перерывы на отдых. Если страдаете артериальной гипертензией, ежедневно контролируйте свое артериальное давление и постоянно принимайте гипотензивные препараты. Высокие температуры влияют пагубно на больных с гипертонической болезнью сердца, с ожимической болезнью сердца, с сахарным диабетом, люди, перенесшие инфаркты, инсульты, плюс больные с заболеваниями почек. Поэтому им надо следить за своим артериальным давлением и самочувствием. Обычную воду можно заменить водосодержащими овощами и фруктами, например, огурцами и арбузом. Так организм получит дополнительную порцию витаминов и минералов. От полуденного пекла самые смелые люди спасаются в фонтанах, что, кстати, категорически запрещено. Кто-то выезжает на озера и реки республики. Ну а есть те, кто и вовсе без причины стараются не выходить под палящее солнце. Не поверите, мы с республики Коми, у нас там холодно, поэтому мы здесь греемся, нам очень хорошо. А так, ну чем дети мороженым? А вы? А мы сейчас плавали на катамаране с детьми, мне было там так хорошо под тентом, потому что водичка и прохлада, в принципе, только так. Только с помощью воды, вот, несколько полуторалитровых бутылок воды минеральной. Вода и хорошее настроение. Купаемся в реке, у нас и сеть, мы из Екатеринбурга. Знаете, очень легко переношу жару, поэтому особо спасаться мне приходится. То есть у вас нет никакого секретного суперсредства? Нет, нормальное средство, как рекомендуют врачи. И водичка, головной убор, который я не ношу, ну и это, ну и все. Для комфортного сна советуют остудить постельное белье в холодильнике. А для большей влажности перед открытым окном можно повесить мокрое полотенце. По данным специалистов, аномальная жара в республике продлится до середины этой недели. МЧС просит жителей республики быть осторожнее на солнце, а при возникновении любой чрезвычайной ситуации звонить в службу спасения по телефону 112.